Криво А рыбка яркая, в душе медуза Искажение любви, искажение Искажение судьбы, искажение В отражениях кривых Бабулечка, давай помогу Смотри, на тебя мне зубы оскомина сводит Кислющие сливы в этом году вродились Ну что ты, бабулечка, это же вкуснотища Ничего не кисло, ты физиономию Веры по утрам не видела Вот это кислятина Вот трое внуков у меня, получается, только ты одна, Олечка Ну бабулечка, не преувеличивай Вера и Санек, они их хорошие Просто немного безалаберные Безалаберные Поросята они, порвенные Правда, какие они поросята, они уже выросли Ну да бог с ними, поживы как хотят Нифига себе Вер Смотри, какая тачка И номера вроде московские Помочь можете? Это же Артур Кислов Сынок мэровский Полный бак Привет Привет Ты что, меня не узнаешь? Терентьева Да Нет, нет, сдачи не нужно А ты, ты тут работаешь? Да, уже два года А как ты? Отлично Я тебя уже сто лет не видела Ты как в Москву уехал, совсем про своих школьных друзей забыл Да чего ж забыл, не забыл, звоню, звоню Ну, наверное, уже заправилась Да У меня родители просто ждут, серебряная свадьба Ага Пока 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 Походу, твоя школьная любовь ему по барабану была Посмотрим Да, Леонид Сергеевич, конечно Конечно Вот откуда наш мэр сделки пронюхал Теперь ведь захочет свою долю прибыли от автосалона Надо как-то Литвинова в сауну заманить Наш мэр ведь только там важные вопросы привык решать С девочками на десерт Семен Борисович, а как же мы его в сауну заманим, если Литвинов встречается с голицынской дочкой У них свадьба скоро Ах вот почему Он так заинтересовался моей сделкой с Вадимом Ближний круг Голицына прорваться хочет Тесновато стало тебе, значит, в городе, Вадим Литвинов Свободы не хватает, да? Развернуться негде На самом деле этот Александровск перспективным направлением не считал Угу Ну там этот Семен Копытов, он сам на меня вышел Ну он там что-то вроде местного царька У него своя сеть автозаправок и станция техобслуживания Решил теперь в своем городе автосалон открыть Ну и хочет видеть меня в качестве своего бизнес-партнера Может быть ты его больше интересуешь, как мой будущий зять? Ну очень толковый, очень перспективный зять Не от скромности умрешь Что ж ты делаешь, дряда такая? Ты сейчас все это будешь языком вылизывать Ксюша, умейся, пожалуйста Уволь ее! А что если нам сыграть на контрасте? В смысле? Если верить желтой прессе, дочка Голицынская Ксения Та еще от Орва любит покуролезть Так что если мы Литвинову в сауну на десерт подсунем Не записную шалаву, а не оперившуюся пташку Скромную, милую, невинную девушку Мысль, конечно, хорошая, но фантастическая Если бы я знал, где такие сауны бывают Я бы туда сам с удовольствием заглянул То там, войдите Здрасте, Семен Борисович Здравствуй, чем обязан? Семен Борисович, я по делу По-личному А какие у меня могут быть с тобой личные дела? Как? Но ведь Верка, сеструха моя Что, Верка, сеструха? Сеструха Ну-ка, Эдик, ты иди, потом договорим Слушай, Семен Борисович Проходи, садись Издержки воспитания дочери олигарха Что-то я все-таки в этом воспитании Солидно пропустил Да Скажи мне честно, Владимир Ты хоть немножко любишь, Ксения? Владимир Игоревич, я вас очень уважаю Да, ну к чему этот вопрос? Вы же сами предложили этот бизнес-проект Столько раз мне говорили, что брак, основанный любви обречен Когда ты встречаешься с этим… С Копытовым? Через два дня Причем во всем эти шестерки виноваты, понимаете? Если б не эти шестерки, я б в шоколаде был Ты понимаешь? И вся эта чепухи, которую я сейчас услышал Я так понимаю, что тебе, Терентьев, нужны деньги Ну да Семен Борисович, подбросьте пару тысяченок, а? А ты и так уже мне должен пару десятков тысяченок Так я отдам с процентами, как обещал Стоп, Терентьев Гони должок Семен Борисович, мы же так не договаривались А я вообще с тобой не договаривался И сроку я тебе даю Три дня А у меня же сейчас нет, а где же я возьму? А это твои проблемы Или через три дня ты мне приносишь деньги Или, пожалуй, одной почкой мы не обойдемся Придется еще пару здоровых органов поискать Вы что, шутите? А я что, похож на клоуна? Семен Борисович, ну, ведь Верка мне обещала Да что мне твоя Верка? Верка, у меня таких Верок Хотя У тебя ведь еще одна сестренка есть Да? Олька, а что? А Верка говорила, что она Ну, не до долга Правда? Что правда? Терентьев, ты что, тупой? Ну Спала она с кем-нибудь Ну что, какой спала? Она толком не целовалась ни с кем Вот Мать ее все время Верке в пример ставит А Верку это бесит что-то Так, вот Терентьев Если твоя Оля придет туда, куда я скажу И развлечет моего гостя, ты понимаешь? Я тебе долго прощу Ну, это невозможно Ну Тогда, Терентьев Я жду тебя через три дня Семен Борисович Поймите Ведь Олька, она Она сама туда ни за что не придет Разве что я Я могу ее на машине привезти там На плитуе чем-нибудь А Ты не тупой, Терентьев Ты идиот Мне проблемы с законом не нужны Мой партнер мужчина цивилизованный Или твоя Оля приходит и делает все как надо Или деньги через три дня Да Пошел вон Ты мне надоел, Терентьев Ирка Перекрой меня А Олечка, Перекрой Я тебя сейчас с удивительной девушкой познакомлю Здравствуйте Да Здравствуйте Здравствуйте Мне на что записать? А телефон на что? А это не твое дело Вообще нечего смотреть на моего Артура Он такой же твой, как и мой Позвольте вам помочь донести этот груз до пункта назначения Очень любезно с вашей стороны, но вы безнадежно опоздали Как это опоздало вас? Что, муж и трое детей? Нет, просто я уже пришла А так, может я… Здравствуйте Привет Оленька Солнышко, ух ты боже мой, какие тяжести тягаешь Да через весь город, Оля Ну мне не тяжело Да ну, мы же не голодаем здесь Привет, пап Привет Привет Ну как бабушка? Хорошо А тебе с твоим сердцем нужно есть побольше витаминов Всякие фрукты нужны, овощи Солнышко мое А когда тебе в институт, Оль? А, да занятия с первого октября начинаются Но мне еще нужно оформить отчет по практике Поэтому я бабочке еще пару деньков помогу и поеду Сливы Не мытые Я надеюсь, нам ночью не останешься Ничего себе Между прочим, комната это не только твоя, а Олина тоже Ага Мам, ну И могли бы с Саней тоже поехать к бабушке помочь А то он как варенье трескать, так каждый гораздо Помочь так нет Оля, кто бы говорил Сама типа ноги сбила, мотаясь к бабке Вообще-то с Нового года ты у нее не была Ну и вот ты у Ольки только узнаешь Не представилась ли бабушка, не освободилась ли жилплощадь Ты что говоришь так Мам, ну успокойся, я шучу О, Санька вернулся Ну да, сутки дома не был тоже Вы бы заставили его прекратить по подпольным клубам шататься Все-таки такие деньги просаживают и добром это не кончится Ладно Слышь, принцесса, а ты кого учишь? Дебилов? Вот их и учи Ладно, на нем потренируйся Привет, Саша Видимо, наш Санек опять проиграл Эй, а почему ты меня пораньше не разбудил? Я бы с тобой позавтракала Да Конечно, с тобой голодным останешься и на работу поздравишь Ты когда вернешься скажи Через пару дней Я буду ждать Пока Пока Коль, ты куда собралась? Ну-ка присядь, хоть одну котлету съешь, давай Вкусные получились Мама Мама, ты же с ума сошла? Она же у нас такая возвышенная, а ты ей котлеты предлагаешь, да еще и с макаронами Принцессы такую гадость приедят Да почему гадость? Боже, смотрите, какие цветы принесли Это чё такое? Самой очаровательной девушке нашего города Артур Ой, он меня не забыл, он меня не забыл Это чё за Артур? Кислов Сын мэра Да У меня до сих пор щелёло Цветы не тебе вверх А кому? Сказали Ольге Терентьевой Что? Ой! Случайно выпал Ну, что это у нас за детский сад такой? Мы с тобой договорились, никаких массажистов садовников, никаких этих особей с загорелыми торсами Правда же? Я не понимаю, о чем ты говоришь, бабочка Нададна, сейчас, одну секунду Оля, здравствуйте, это Артур Кислов, не разбудил? Добрый вечер, не разбудили? Хотел узнать, как вам цветы Я пока не знаю, какие вы любите Артур, всё это ни к чему, и я прошу вас больше мне не звонить А что случилось, я вас чем-то обидел? Можно я ничего не буду объяснять? Всего хорошего Ужас! Ужас! Что это за Оленька? Не Терентьева Оленька? Может быть Очень хорошая девочка Сынок, такая хорошая девочка, вот мне она очень нравится Вот и мне, может быть, нравится Может быть Это он? Так неудобно получилось, я… Я вообще не хотела эти цветы забирать Ну, конечно Мама заставила Выкидывать, говорит, жалко, а Вере их лучше не видеть Да, с Веркой лучше не связываться Да я не давала ему никакого повода, честное слово Конечно Перестань Добрый день, Владимир Игоревич Здравствуй, заходи, я слушаю тебя Вы просили меня присмотреть за Ксенией, так вот, ваша дочь встречается со своим тренером по фитнесу Давно? Уже около месяца А почему я только сейчас узнаю об этом? Хотел удостовериться, чтоб не беспокоить вас из-за ерунды Иди Слушаюсь Телефон абонента выключен или находится вне дроны действия Телефон абонента выключен или находится вне дроны действия Ирунчик, подмени Погоди ты, Ирка Саша Ирка, ну чё твой хакаль взбеленился-то, а? Говорит, три дня или всё Кишки на продажу Сдрефил? И поэтому всю ночь где-то бухал, да? А ты б не бухала? Я ж не говорю три дня или всё, на органы подсикает Слышь, Вера, а может это, копыта того на понт берет, а? Да, вряд ли Веронечка А может ты это, поговорила б с ним, а? Ну ты ж сама хвасталась, что копыта на тебе жениться обещал Обещал Слова ему не скажу Семён меня предупредил Проблемы родни, на него не вешать Да и вообще, чё ты истеришь? Он же тебе ещё второй вариант предложил Да какой это вариант? Хрень полная Что наша Олька в сауну к мужикам сама Не, Верка, всё, один вариант Валить мне из города надо Да не древь ты раньше времени Пойдёт наша Олька в сауну Не просто пойдёт, а побежит Привет Здравствуйте, а что вы здесь делаете? Честно? Слежу за вами Не нужно за мной следить Да я пошутил, ну в смысле я не пошутил, я действительно следил, но Оль, я… Я не знаю, почему вы на меня сердитесь, но скажите, что не так и я обязательно исправлюсь Да всё так, просто… Тогда скажите, когда мы встретимся Дайте мне шанс Маленький, такой Меньше И что это будет? Это будет кино Нет, это будет театр Театр, точно, к нам же приехали Приехали к нам, это же в Москве Давайте так, куда вы хотите, туда и приглашаем Хорошо Извините А куда, когда? А я не знаю Вы простите, я забыла документы Ничего, я вас тут подожду Не нужно, я позвоню Ах, ты… Олечка Олечка, я боюсь тебе Если ты не заплатишь 20 штук баксов Они меня убьют Оля, они меня убьют Или… Или отдадут какой-нибудь бордерик в Турцию Олечка, у тебя есть два дня К ментам, пожалуйста, не ходи Батета сказали, что у них там всё схвачено Олечка, если что, я тебя прошу, прости меня, пожалуйста, Олечка, прости меня Маму береги Оля Олечка Привет, приветствую Здоров Да Санечка Что надо? У нас беда с Верой Так, а ты где? В библиотеке Слушай, ты давай не реви Подгребай к старому причалу, я там буду, поняла? Угу Всё, не реви Санечка Санечка, тут такой ужас Веру похитили Ты что, прикалываешь? Нет Санечка Олечка 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 В твою дивизию Где ж мы такие бабки-то за два дня найдём, а? Ведь Верку Олька прикончит, если не сейчас, так потом, в притоне каком-то А этот, ну, Веркин ухажёр Семён, как это что? Вера говорила, что он поможет А что он поможет? Слушай, точно Точно, когда я сам не об этом не догадался Значит так, Олька, я сейчас смотаюсь к Семёну, переговорю с ним А ты смотри, чтоб никому не звука Саша Так, всё, разбежались, жди звонка Малая, чего она, что ли, ночует? С чего, говорит? Чем тебе дочка помешала, а, петь? Оля, между прочим, и так, всё лето у моей мамы прожила Помогала ей Вон, консервация, сколько привезла, варенье, всякого Заботится о нас, между прочим Завелась? Я по барабану Да, Санечка, уже выбегаю Оль, ты куда это, на ночь? Я ненадолго О, о, понеслась, да? Небось этот Артурчик её вызвонил О, Райка, круто будет, да? Если с самим мэром породнимся Ну что, Семён даст денег? Да не ори ты! Всех соседей собрать хочешь В общем так, Семён, Семён готов дать деньги, но… Ну? Но при одном условии При каком? В общем, он хочет, чтоб ты Завтра подъехала в одну сауну И развлекла одного заезжего перца Ну, делового партнёра, Семён Что? Ты что, маленькая, что ли? Он хочет, чтоб ты переспала с этим мужиком И сделала это так, чтоб он остался доволен Нет, я не… Блин, ну где же мы такие-то деньжищи найдём? Ведь негде же! Вот копыта уродские! Слушай, ну всё, Верке, теперь точно крантырь Хорошо Что? Что? Я… согласна Слышу, Ленька Ты только копыту, проверку не проболтайся, а? Угу Подписание такого договора нужно отметить правильно, иначе дела пойдут неправильно Семён, я вас прошу, только давайте без банкетов и ресторанов, я с дороги хотел бы отдохнуть Знаете, замечательное средство от усталости – банька С берёзовыми венечками, дубовыми, с водичками минеральной, в бассейне Нет, вы знаете, я сейчас уже поеду в гостиницу Вадим Викторович с вами хотел познакомиться и обсудить очень важные дела Он очень серьёзный человек А кто это? Ты наш мэр Кислов, Леонид Сергеевич Ну, с мэром надо познакомиться Эй, чё такая бледная? На, выпей, полегчает Нет, спасибо, я не хочу Спасибо Ишь ты какая вежливая Чем это ты так к копыту приглянулась? Ну, покажь! Это рукавички и так тесно, взяла свою задницу в руку и умотала по-тихому Девочки, дяди все свои вопросы порешали Тебе дядям надо отдохнуть, а что такое, в чём дело, что за вид? Ну-ка быстро давай переодеваться Я? Ну-ка давай, 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 давай Быстро переодевайся И смотри, не перепутай клиента, а если он что-то заподозрит, мало тебе не покажется Я постараюсь Ну что вы, голубоглазые, дядям сегодня нужны, скромные девочки, а не шалавы подзаборные, понятно? Угу Ну вот взяли кувшинчики, вперёд, на башню Ну что, давай, 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 давай Стоп! Веночек Вперёд Что ж ты делаешь, дурь неуклюжая? Собери осколки, чтобы никто ног не порезал Семён, ты чего разорался? И потом, что здесь уборщица, что ли нет? И вообще, зачем ты этот маскарад затеял? Семён, ну зачем он? Леонид Сергеевич, ну вы же сами, мы как всегда А сегодня не всегда Тебе не кажется? Нет-нет, нормально, пап, нормально Ты же хотел познакомить меня с основами бизнеса, да? Ну, значит, знакомство должно происходить с соблюдением всех традиций, так сказать Ну, тогда, с боевым крещением тебя Не хотел ехать Говорил, звонка жду Да не дождался, пап, дождался Ну, ладно, мы пойдём Не пойду А чего так? Ничего, мне нравятся такие девки, как ты Ну, зачем же так грубо? Девка Тебя кто учил с девушками общаться? Мама А кто? Да что? Да ничего, просто я не вижу здесь девушек Одни двуличные твари Не нравится компания? Поезжай домой, водитель отвезёт тебя Спасибо, я останусь Простите А я хочу… Пойдёмте Подожди, Артур, сегодня право выбора принадлежит гостю Конечно Да пусть девушка выберет Пойдёмте Пойдём Рыбку, рыбку, рыбку Рыбку, рыбку Лови Вы что, девчоночки? Давайте выпьем За Верку А я? Я тебе сейчас Да Верку Ведь Верка у нас голова Да, Вероня? Да! Вы? Вам не понравилось? Ну, я ведь старалась Но я ведь старалась Тебя как зовут? Оля… Ольга… А что ты здесь делаешь, Ольга? То же, что и все остальные… Я сильно в этом сомневаюсь Ты как здесь оказался? Сама пришла… А вам не всё равно? Семён… 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 Что? А что здесь делает эта девушка? Какая девушка? Ольга… Эта адолизка… Понравилась, да? Наверное, давненько ты первый раз не захаживал Ты не ответил на мой вопрос, что здесь делает эта девушка? Продает девственность, причём… Достаточно дорого… Ладно, всё… Теперь моя очередь Спи давай… Ну что, Оленька, давай выпьем за твою предприимчивость? Далеко пойдёшь, девочка? Далеко… Какую предприимчивость? Почём нынче девственность? Не продешевила, нет? Не продешевила… Я себе цену знаю… Ну, так что, на чём мы там… установились… Эй! Ты чё творишь там? Ты чё, совсем без мозгов, что ли? Ты чё делаешь, придурок? А ну, стирай, не медли, ещё чёрной краской намазюкал… Зачем мне ещё мазюкать, а? Нет, я, конечно, понимаю, что раньше ворота шлюхом дёгти мазали… А где ж мне дёгать-то взяли? Правда, должны знать все, потому что… Олечка Теренева, шлюхай сон! Да я тебя сейчас… А вот я сейчас полицию вызову… Федя… Попрыгай, шпика. Федя… Федя… Так. Поскорее ждём… Раис, глянь, чё художник нарисовал… Ах ты ж… Да что ж ты такое-то, гадёныш ты! Я Полищу вызывала… Что ж ты такое-то написал-то, а? Да ничего. Да кто ж ты? Да что, в дороге… Ах ребят! Да за лёгом, я же правду написал. Федя… Ой, смотрите, и дочечка ваша приехала… Ну, что, принцесса, хорошо заработала? Федя! Феденька, Федя! Феденька, не надо! Федя, Федя, надо в скорую позвонить! Федя! Не-не-не, не надо в скорую! Он сейчас сразу и телевиден! Отлично! Эй, тишо пропадает! Что? Дочь у них, актриса, что надо? Федя! 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 Ты тварь постудная, а! Только позорить перед всеми! Федя! 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 Ах ты! А ты ж надо! Не надо! Родная дочка! Шлюха! Олечка, Оля! Точка моя, Оля! Ой, да-да-да! Видели надпись на двери? Вера! Верочка! Ты чего меня трогаешь? Бухаешь что ли? Вера, а где твои синяки? Какие? Какие синенькие, Оль? Ты о чём? Как? У меня же был по телефону. У меня же… Я… Где мой телефон? Ой, телефон потеряла. Ну, тогда иди ищи, где шлялась всю ночь. Слышишь, мам, а мне Семён с такой эхидной улыбочкой говорит. Звонил мой партнер по бизнесу. Сказал большое спасибо за сестру. Умелая оказалась. Мне так было стыдно. Просто кошмар. Саша, а почему ты молчишь? Ты же видел запись, Саша? Мы же с тобой вместе решили. Ты чё? Ничего я не видел. И ничего мы с тобой не решали. Олечка… Мама… Ты им поверила? А, доченька… Господи, позор ты какой, а! Мама… Мама, я тебя прошу… Мама… Мама, я тебя прошу… Так, ну я в душе… Ни за что бы не поверила. Ты не с какая-то личная девушка, а выходит шлюха… Мама… КОНЕЦ Оленька, что случилось? Что такое? За что они так со мной? Что такое? Кто? Что, Олюшка? Что случилось-то, Оля? Ну, все. Успокойся, успокойся, детонька моя. Я же с тобой. Я всегда с тобой, Олюшка. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пресвятая Богородица, Тева Радость, Благодатная Мария, Господь с тобой благословен, и ты в жилах. Благословен плод чрева твоего. Я госпас и родила душ наших. Аминь. Пресвятая Богородица, моли Бога за нас. Аминь. ПЕСНЯ 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 Я тебе чайку принесла. Попей горяченькую. У зеркала стояла душа, соленые реки глотая. В лице я не очень, в плечах широка, за что уродилась такая. И жизнь ей казалась пустой, бессмысленной и безобразной. Прощалась душа со своей душой, как вдруг отраженье погасло. Ты не плачь, моя чистая, и гони от тебя дурное. Отраженье всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Отраженье всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Бабулечка, ну ты чего? Сколько ты учебы? Я скоро приеду. А, не обращай внимания. Ой, вот клюшка старая, совсем забыла. На. Это что? Держи. А вот ты открой да посмотри. Дарственная, ну зачем? Затем. Вот я помру, а у тебя какое-никакое будет жилье. Наследство небольшое, но все-таки дом. Бабулечка, мне не нужен твой дом. Мне ты нужна. Бери, бери. Пусть бумаги будут у тебя. А медальон носи. Его мне твой дедушка подарил с такой любовью. Я ему колечко скромное и серебряное. А он мне. Семейную реликвию. Надень и не снимай. Пусть у тебя теперь будет. Ой, как ты на свою прабабку похож. На Володину маму. Он тебе счастье принесет. Я верю. Счастье. Где же оно? А он тебе много счастья принес? Угу. Разве настоящая любовь на всю жизнь — это не счастье? Ну, у тебя-то может и настоящая, а вот Володенька твой поматросил и бросил. Не говори так. Я сама от него ушла. Вот узнала, что беременна и убежала. Захотел бы — нашел. Захотел. Ему всего двадцать лет было. А мне — тридцать. Он к нам в город на практику приезжал. А потом, знаешь, у него такая семья была. Это кто бы его отпустил? Провинциальную учительницу искать. Пошла Бог! Пошла Бог! Пошла Бог! Пошла Бог! А ты! Глаза твои пьяные от кромка смотри! Посмотри! Банки открой твои! Что ты с сыном сделал? Это ж он из-за тебя, Петя наш! Ты же его тогда в мотоцикл позади! Я знал! Я знал, что он в коляску забрался! Ай! Ах ты ж! Ой! Вот! Вот твоя убедня! Убью, тварь! Убью! А вот я сейчас, очистковый! Давай! Звони! Звони! Ах ты ж! Убью! Ах ты ж слабом! Убью! Ах ты ж, Сереж! Ах ты ж! Ах ты ж! Ах ты ж! Сейчас, Валенька! Убью! Кровать! Субтитры создавал DimaTorzok Кривое зеркало Казался смелым обычный груз А рыбка яркая в душе медуза Искажение любви, искажение Искажение судьбы, искажение В отражениях кривых Полиция! Да, да, приезжайте поскорее Советская, 34 Боже мой, поскорее, пожалуйста Он мне сейчас все окна повысаживает Иди, скотина! Я старый, открывайся! Кто-кто, сосед наш Рындин Опять, опять, спасибо Мы идем Вот и посмотри Ксения Владимировна, вас ждет отец О, подожди меня чуть-чуть, ладно? Быстрее надо шевелиться Ну, и что ты тут делаешь, папа? Мне что, тебя дома забирать? А в чем, собственно, дело? После вашего обручения с Вадимом Ты что мне обещала? Что будешь вести себя достойно И оставишь всех этих кобелей в прошлом? Это всего лишь мой тренер по фитнесу Мне наплевать, кто это Ты сама выбрала Вадима Ты сказала, что он тебе нравится Я согласен с тобой Он хорошей партией во всех отношениях Я все это знаю Меня ждут Я могу идти? Ничего, подождут Вы с Вадимом современные люди У вас будут свои современные отношения Я не добиваюсь от тебя домостроя Но я тебе гарантирую, что Вадим не будет закрывать глаза На все эти твои похождения Я понимаю, что речь между вами не идет о любви Вот именно, папа Между нами речь не идет о любви И ты о ней, я думаю, что мало что знаешь Ты мать мою не любил никогда У вас с ней тоже был своего рода бизнес-проект Вообще я сомневаюсь, что ты кого-нибудь когда-нибудь любил Ты, Ксюша, не знаешь этого А поэтому не имеешь права об этом судить Ах, я забыла Была же первая любовь, да? Первая любовь трепетного юноши Первое женское предательство Открой ей дверь Да я сама уйду Сквайр и Треллони, доктор Ливси и другие джентльмены Попросили меня написать все, что я знаю об острове Сокровищ Ему хочется, чтобы я рассказал всю историю с самого начала до конца Не скрывая никаких подробностей Кроме географического положения острова Указывать, где лежит, держи По-с-с-с Ни за что, ни за что Петрович, ну ты же меня знаешь Хватит тренгеть Ну, расписывайся Ну ты к утке разбил Давай вот здесь Ты уж прости нас, баб Клав Оля вроде бы поезжать собиралась Да На учебу ей пора А тут мы со своей бедой Прости нас А вот что ты со своими извинениями Ну не чужие же мы люди Не посторонние Прям не знала, что делала бы я без вас Вон Оля, сколько с мальницей нам возится Баб Клав, а чё у вас случилось-то? Чё она в синяках вся? Ушла Оля из дома Совсем ушла Господи, неужто Федька её так разукрасил? Вот и рад Всю жизнь её ж пыняет А всё из-за того, что вроде бы она Не в их терентьевскую породу пошла Ну так прям Верка и Санька Копия твой зятёк А Оля-то не в отца, не в мать Нет, я не хочу сказать, что Рая, ну, твоя Да в деда она пошла, в деда А вернее в его мать Сколько я Федьке говорила Я ему фотографии этой прапабки показывала Говорю, ну смотри же Одно лицо А он вбил себе в голову, что она не его дочь Бедная девочка Какой он рознь между детьми-то посеял Баб Клав А может, скажешь наконец, а кто Райкин-то отец? Ты мне лучше скажи, что я с Сергеем-то делать будешь? Опять пожалеешь? Как всегда М? Не знаю Не знает она Ой, бабы-бабы Ой Здравствуйте, Валентина Денцева Боже мой, Олечка, что случилось? А это я яблоки собирала и с яблони упала Ничего серьезного Вот Угощайтесь А вы мне за этот ключик Ой, спасибо А ключик Катюша взяла А, ясно Угу Катя 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 Катя, это я Ольга Как всегда, не вовремя Ладно, скажу, что крепко спали Она ждет Катя 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 Настроение У тебя это нет настроения уже три недели Тебе не надоело? Катюша, я себя неважным чувствую Слушай, ты как это странно из своего Александровска вернулась А может я чего-то не знаю? Может у тебя там безответная любовь нарисовалась? Колись! Пусть будет безответная, только пожалуйста оставь меня в покое, ладно? Ну знаешь, тогда тебе только одна дорога В реабилитационный центр Тарчелентаны, хватит брынькать все молодежь На горшки и в люлю Валентина Денисовна, ну пожалуйста Все, 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 на сегодня концерт закончен Ты посиди пока Ну что, красавица, не передумала? Все-таки первая беременность Аборт может привести к серьезным осложнениям Потом захочешь родить, а не сможешь Я уже все решила После завтра к двум часам Спасибо Сеструху выручай Отвали Верка, будь человеком Мне деньги нужны, край Работать не пробовал? Давай, поучи, поучи мне Я, между прочим, работаю У меня просто эти, форс-мажоровые обстоятельства Форс-мажорный придурок Знаю я твои обстоятельства Все деньги проиграл и с работы тебе поперли за твои прогулы Давай, вали мне некогда Блин, ну Верунчик Ну хоть пятихаточку долгони, а? Ну давай под процент, я… Я выиграю и все тебе сразу отдам Я сказала, не дам Верочка, ты… Ира! Да Ладно, Верка, я тебе это припомню Припомню, припомню Вы скажите мне Люди добрые Неужто Устроен так мир, что мы Неприступные, гордые Всегда Поддаемся другим Не тем, Кого любим, лилием Кого Посвящаем весне Чужие Ласкают и греют А милые Ждут в стороне Тай-рам Тара-тай-рам Да нет же, у меня не получится Тут моя соседка учится как одержимая Ага Причем здесь твой друг, ее мальчики не интересуют Разве что умственно отсталые или сиротки несчастные Ну что-то не понял, специальность у нее такая Да Ладно, мне на сбор нужно всего лишь пятнадцать минут Ай Олешка А ты в институт сегодня не пошла? Здравствуйте Случилось что? Нет, все хорошо Аааааа Да, да жутко, да страшно Ну что ж Поделать судьба Был в жизни моей Кто-то важный теперь Не осталось следа Тара-тай-рам Тар-тай-рам Тар-тай-рам Был в жизни моей Кто-то важный теперь Не осталось Следа Тар-тай-рам 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 Алло Бабулечка, это я Оленька, девочка моя А что у тебя с голосом? Я сначала хотела сама, но я не могу сама, понимаешь? Мне страшно. Помоги мне Да что такое? Ну, о чем ты? Я беременна. От этого гада беременна. Я уже взяла направление на аборт. Ну, я ходила, я думала. Понимаешь, я не могу. Он ведь маленький совсем, он беззащитный, он уже живет, а я его убью И думать не смей. Да что? Это же частичка тебя. А отец? Ну и… И не важно кто. Малыш, ни в чем я виноват. Бабулечка, ну мне в июне сдавать экзамены и рожать в это время, как я все успею? Не волнуйся, все будет хорошо, мы с тобой справимся. Рожай. Буду я прабабушкой. Будут у меня две радости. Ты моя большая. И совсем кроха. Кроха. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я тебя очень люблю. Держись, дорогая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Доказательство 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 Узкие кроссовки, сорок третий размер, со следами крови, перчатки тканевые. Что же, ну не грохну, решил бабку завалить за триста рублей? Севели поршнями давай. Сережа, Сережа возьми уже. Да вы что, не поможем, ну-то? Возьмите, пожалуйста. Привет, бабулечка. Оленька, это я. Мама? Мам, что-то случилось? Бабушка. Её больше нет. Как нет? Что значит нет? Понимаешь, доченька, в дом забрался вор. И бабушка. Это неправда. Алло, Оля? Олечка, я не слышу. Оля. Когда похороны? Так это мы, мы уже похоронили бабушку. Как? А почему вы мне не позвонили? Да за что же вы так со мной? Ой, Олечка, ты же нам телефон свой не оставила. А я вот только сейчас у бабушки нашла. Оля. 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 Алло. Оля. 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 ¿Мы? Бабулечка, как же я одна теперь, а? Знаешь, если родится девочка, я зову её твоим именем. Пусть растет маленькая Клавдия. Ну, а если мальчик? Пусть будет Володя. Тебе бы это понравилось, да? А чего тут продавать? Одни тряпки. Да так жалко, золотые серёжки и цепочку. А ещё бусики янтарные. Я им так любила в детстве играться в принцессу. Да, Рэнди, да молодец. Ой, мамочка, мамочка. Жила-жила, а так ничего не нажила. Слышь, ма, а помнишь, у бабки такой этот медальон был круглый? Ты не знаешь, где она его прятала? Не помню. Да вообще не факт, что он здесь был. Бабка, скорее всего, его Ольке подарила. Олечка же любимая внученька. Олечка же такая хорошая. Хорошая. Она так похожа на прабабушку. На фото в медальончике. Да перестань ты. Ничего себе какие люди. Оля, наследство делите. Слушай, святая доченька, я… Ведь похрен же… Мы с папой в долги влезли. Девять дней ещё не прошло. Мама, ну ты-то как можешь? Это ведь твой дом, ты здесь выросла. Бабушка так тебя любила. Опа, а вот и медальончик нарисовался. Семью вернула? Быстро! Медальон мне бабушка подарила. Уважайте ей решение. И сейчас я в будущем. А кто это нас стоить вздумал? Шлюха из сауны? Прекратите вы! Оля! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я по объявлению по поводу работы. Извините. Эй, ну, что ты там выискиваешь? С такой внешностью, как у тебя, корячится за копейки глупо. Ты же тебя как угорелый по всему городу. За любую работу хватаешься. Лучше бы папика себе богатого завела. Алло, здравствуйте. Я по объявлению по поводу работы. Нет, извините. У нас уже вакансий нет. И что, вы в самом деле вот это будете? Мыть полы, выносить мусор, водососить мебель? Я в курсе, чем должна заниматься уборщица. Дедка, а вы в курсе, сколько у нас за это платят? Да, в объявлении было указано, меня устраивает. Понимаете, просто график удобный. Я ведь еще учусь, а общежитие мое в десяти минутах ходьба отсюда. Если вас все устраивает, тогда с завтрашнего дня можете приступать. О, ты что наделала? Ты что наделала, дура? Ты что творишь? Простите, пожалуйста, я нечаянно… Ты мне испортила туфли. Простите, я не хотела… Ты хотя бы знаешь, сколько они стоят? Хотите, я еще раз извинюсь. Ты засунь свои извинения, знаешь куда? Думаешь, этого достаточно? А чего вы еще хотите потом? Мы разве с вами на «ты»? Род свой закрой. Ксения Владимировна, я могу вам чем-то помочь? Увольте ее. Немедленно. Она облела меня грязной водой. И уволена. И уволена. Давай, чеши отсюда. Что случилось? Привет. Где ты набрал этот персонал? Она облела меня грязной водой. И еще хамит. Ну ничего, я уже распорядилась, чтобы ее уволили. Уволили? Да. Вадим, никто не уволен. Как так не уволен? Любимая, в салоне распоряжаюсь я. Ну что? А я? Простите, пожалуйста. А это кто? Вадим Литвинов, владелец нашего автосалона. Она хамила, а ты его невесте. Между прочим, дочери самого Голицына. Я никому не хамила. А извиниться? Не хочешь передо мной? За что? За эту отвратительную сцену у тебя в салоне. Извиняйся. Я жду. Ксюш, мы же договорились. Ты не вмешиваешься в мои дела. Салон — это как раз те самые мои дела. Принимательную работу, увольнять — все это делаю я. Ну, тогда уволь эту противную девку. Ксюш, эта тема закрыта. Закрыта. Закрыта? Ну, закрыта так закрыта. Закрыта. Ты опять? Может, хватит уже? Федь, ну, Оля же дочка наша. Нету. Нету у нас больше такой дочери. Федь, господи, ну что ж ты говоришь, как можно? Можно. Еще как можно. Соседи вон до сих пор за спиной шушукаются. Уже почти весь город знает. Какого черта? Из-за твоей доченьки должны мои имя полоскать. Из-за моей? Ты что, всю жизнь ему так вот и ждал повода, чтобы отказаться от нее? Оля один раз только оступилась. Ни хрена себе оступилась. Да, оступилась. А нам нужно было сесть и поговорить с ней. И расспросить все. А не кулачищами сразу своими махать. А я, между прочим, к девчонкам к Киеву ходила, к подружкам. И они мне сказали, Оля, никогда ни с кем не гуляла. Никогда ни с кем. Так они тебе и расскажут. Всего бабы одинаковые, слабый напередок. 25, говорю тебе. Пойми ты меня, я сердцем человек, понимаешь? Сердцем. Ну, ну, беда с ней. И мама, мама-то ведь вообще разговаривать со мной не хотела. Мама, мама. Ой, ой. Я сейчас скорую. Не надо, дай там два шкафчики. На, возьми. Давай, давай, давай. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Ой, Фельм. А почему ты в офисе? Нет, я не буду тебя ждать. Хотя подожду. Эй ты, как тебя там? Протыкай стекла в мою машину. В мои обязанности не входит обслуживание автомобилей клиентов. Ух ты! Ты забыла, кто я, детка? Да? Кирилл, тут у девушки проблемы, она забыла, кто она. Видимо, внезапная амнезия. Иди сюда. Господи, послушай, ты же не хочешь со мной ссориться, правда? Ну что вы, Ксения Владимировна? Тогда уволю ту грянь, немедленно. Но Вадим Викторович… Вадим Викторович не должен влекать в эти мелочи. Хорошо. А если что, скажешь ему, что она ушла сама. С завтрашнего дня эта девушка у нас не работает. Вот и молодец. Вот и умничка. Ну, в этой модели, это максимальная комплектация, и она является лидером продавни… Жди, послушай, а где прежняя уборщица? Она уволилась, но сказала, что нашла место получше. Ксения постаралась? Найдите анкету уволенной уборщицы, позвоните ей, скажите, чтобы она вернулась на работу. Терентьева? У нас что, каждый день народ увольняется? Ну, в общем, не каждый. Что-то не так, Владимир Викторович? Ну, это всё нормально. Здесь адрес есть? Да. Звонить не нужно, я сам. Здравствуйте. Подскажите, Ольга Терентьева, какой комнатежа это? Здрасте. А вы кто? Работу хочу предложить. Правда? Ой, как хорошо. Оля, знаете, девочка очень вежливая, трудолюбивая, скромная. Вы возьмёте, не пожалеете. Работа приличная? По профилю. Проходите. Второй этаж, сто двадцатая комната. Спасибо. Проходите. Войдите. Здравствуйте. Ну, здравствуй, Оля Терентьева. Испугалась? Ну, может, и правильно. Скажи, а что ты в моём салоне забыла? Ко мне решила подобраться поближе, ещё денег заработать, теперь уже с шантажом. Я подрабатывала в вашем салоне уборщицей. Меня уволили по желанию вашей невесты. Ещё вопросы есть? Да-ка ты теперь без работы осталась. Ай-яй-яй. Это можно поправить. Я сейчас ищу как раз новую секретаршу. Квартиру тебе сниму, зарплату будешь получать. Хорошего. Ну, так как? Благодарствуйте, барин, за столь щедрое предложение. Но не могу его принять. Боюсь не исправиться. Ну, па, знаете ли, изыском французским где обочина, да и послушанием особым не грешу. Так что… Извольте выйти вон. Что? Пошёл вон. Благодетель. Убирайся, чтоб я больше тебя никогда не видела. До свидания. Профессор. Олег, привет. Узнал? Да, здорово. Слушай, я слышал, ты открыл детективное агентство. Что? Нужна твоя помощь. Ну, давай, до встречи. А, заходи, заходи, Анна Кашничек. Здорово. У, забурел, забурел. Холёный, лощёный. Да кто бы говорил. Здорово. Ну, присаживайся, рассказывай. Что ты, как ты? Может, за встречу? Позже. Я по делу. Ну, кто б сомневался. Тогда в сауне я понял слова этого Семёна. Буквально. Девушка решила подзаработать, продав свою девственность. Ну, такой не дешёвый товар по нынешним временам. А теперь засомневался, всё ли так просто. Ну, сам по сути, девушка учится в нашем педагогическом институте. Да ещё на отделении дефектологии. Работает с детьми. Студентке приходится подрабатывать. Не только головой, но и другими частями тела. Да, я понимаю. Но почему она тогда драйла полы за копейки в моём автосалоне, а не развлекалась каким-нибудь папиком? Да. Потом ещё узнаю. Девушка отличница. По вечерам в клубах не тусует, а сидит в общаге за конспектами. Женская душа потёмки. Да. Поэтому я решил её проверить. В смысле? Ну, если девушка настолько цинична, что решила продать свою девственность, то предложение стать моей секретаршей и переехать из вонючей общаги в съёмную квартиру, всё это она должна была принять с радостью? Ну да. Да. Она меня выгнала вон. О, как. Да. Да ещё посмотрела на меня так, как будто перед ней не человек, а какой-то огромный слезняк. А мне, знаешь, как-то не очень приятно ощущать себя слезняком. В общем, сопоставив все эти факты, я подумал, что вся эта история не очень хорошо пахнет. Я только не могу понять. Ну, от меня ты что хочешь? Дружище, я тебя очень прошу, не поручай никому это дело сам. Ну, поезжай в этот Александровск и узнай об этой девушке всё. Десять литров девяносто пятого. Что делает в такой дыре такая красотка? Куда смотрят местные мужчины? Они что, все ослепли, что ли? Да откуда они здесь, настоящие мужчины? Они вымерли, как мамонты. Ну, зачем вы так к нам? Присутствующих это не касается. А может, расплещем сегодняшний вечер вместе? Какой здесь самый лучший ресторан? Ну, пожалуй, Орхидея неплохой ресторанчик. Простите, пожалуйста, я не хотела, честное слово. Простите. Делай колечкой, бери пример. Сколечки. Мне тоже всё время в пример младшего брата ставили, а он меня подставлял по полной программе. Да. Обиду прощать нельзя. Подумаешь, родная кровь. Обидел — получи. Увела парня у сестры — получи. И получи по полной. Что, Оля, у тебя парня увела? Представляешь меня? Я Артура ещё со школы любила. А он Ольке цветы принёс. Потому что Оленька же у нас умница. Оленька у нас отличница, скромница. А я показала всем, какая она у нас скромница. Просто Голливуд отдыхаю. Давай выпьем. А давайте. Я хочу выпить за тебя. Ты какой-то такой хороший. Ты так меня понимаешь. А Олька им говорит, вот гляньте, у меня всё на мобильном есть. Мык-мык. А мобила-то и нету. Её Санюк ещё раньше у Ольки стырил. Короче, если бы Олька ей с дому не дёрнула, папаша бы её вообще пришиб. Что, тебе её совсем не жаль? Представляешь, ни капли. Дальше уже неинтересно. Там она по второму кругу, личные обиды. О, тварь, а! Что за тварь, а? Ты мне можешь объяснить? Ну как это возможно? Даже родной брат — это родная сестра. Это я тебя заберу. Спасибо, дружище. Спасибо. Хорошо. Давай. Привет, Вадим. Слушай, я тут подсчитываю наши грядущие доходы. Знаешь, что получается? Подожди, как ты разрываешь договор? Я салон купил, я начал делать ремонт. Ты объясни всё толком, Вадим! Димка, привет! Здравствуй, Валя. Заходи. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, мой дорогой. Присаживайся. Ну как дела? Спасибо. Всё хорошо. И дома, и на работе. Марьюшка, я по делу. Ну рассказывай. Есть одна девушка. Второй курс — педагогический институт. Ей очень нужна работа. Ну а кем тебе приходится эта девушка, что ты такая не печёшься? Марьюшка, это не совсем то, о чём ты подумал. И более того, я даже не хочу, чтобы она знала, что я принимаю участие в её судьбе. Гордый очень. Понятно. Поможешь? Ну тебе же нужны молодые, перспективные кадры. Да у меня учительница продлёнки в декрет уходит. Ну, наверное. Ты приводи. Приводи эту свою. Как её? Улью Терентьеву. Улью Терентьеву. Спасибо большое. Ну всё, я поскакал. Давай. Счастливо, Дим. Семён Борисович, можно? Тут ребята просили смету подписать по отделке в салоне. Ещё им нужен один выходной. Подотрись ты своей сметой. Случилось что-то? Случилось то, что всё обломилось. Полный облом. Семён Борисович, простите, я вас не понимаю. Я сам ничего не понимаю. Позвонил Литвинов и сказал, что разрывает контракт в одностороннем порядке. Согласно заключённому договору, если одна из сторон разрывает контракт в одностороннем порядке, она обязуется заплатить огромную неустойку. А он и согласен заплатить. Вообще он со мной разговаривал так, как будто он такой великий босс, а я так, грязь под ногтями. Так что, бизнесу конец? Ни один Литвинов – бизнесмен в области. Ну-ка давай, открывай папки по нашим другим проектам. Ты даже себе не представляешь, какое платье видела в новой коллекции «Бигельлисты». Ого, там верх почти строгий, внизу несколько юбок из торганзы, расшиты стразами. Вообще я хочу, чтобы это посмотрело, потому что мне оно очень нравится. Работа шерствует над детским реабилитационным центром. Молодые люди навещают детишек. Ты вообще меня слышишь? Да, конечно. Инициатором этого благородного дела стала Ольга Терентьева. Сегодня она наша гостья. Здравствуйте, Оленька. Здравствуйте. Зачем? А мне надоело. Мне надоело смотреть всякую тягомотину. Знаете, как они нас ждут, как радуются каждому нашему приходу. Мы всячески стараемся облегчить их путь к выздоровлению, а в этом нам помогает творчество. Да, и спасибо большое всем тем добрым, замечательным людям за помощь, за умение чувствовать чужую боль и за умение сопереживать. ОК, я её вижу. Требуется воспитатель продлённого дня для младших классов. Средняя школа, номер двадцать восемь. Значит так, вначале будут стихи, а потом будет хоровод. Договорились? Держись в сценарии. Ну всё, дедушка Мороз, я потом подойду. Здравствуй, Маришка. Димка. С наступающим. Спасибо, тебя также. Пойдём чаем напоём. Да мне некогда, я так только заехал, поздравить. Да я понимаю, конец года. Скажи, пожалуйста, а как поживает наш этот перспективный кадр? Это что, про Олю Теретьево? Ага. Ну, пойдём. Сам увидишь. Пойдём. Пойдём. Я, пожалуй, сейчас бухнусь в пруд, потому что меня слабо держит. Дай-ка я, говорю я. Он говорит, валяй, а то я обязательно бухнусь. Я говорю, держите меня. Ну что? По-моему, справляется. И что, и всё? А что для чего? А то, что удружил ты мне, голубчик. Я уже двух учительниц продлёнки отправила в декрет, теперь Оля на очереди. Нет, мы хорошо держим. Это твой хлястик оторвался. Весь, с мясом. Я говорю, кладите мне его в карман, а сами держите просто за пальто, за хвост. Она беременна, что ли? Ну, как оказалось. Рожать её в июне. Слава Богу, конец учебного года. Ну что тебе сказали в деканате? Выделят отдельную комнату в общаге? Да какое там? И так, говорят, места не хватает. Понятно. Что ты собираешься делать? Я деньги откладываю. С Майи собираюсь квартиру снимать. Где-нибудь на окраине, там подешевле. А потом родится малыш, и мы в бабушкин домик переберёмся. Вот зря ты не хочешь найти папашу своего ребёнка. Ну пусть бы помог. Обойдёмся. Гордой ты слишком. Поэтому и проблем больше, чем у других. Здравствуйте. Вы к нам? Я к Ольге. Вы не могли бы нас минут на десять оставить? Пожалуйста. Спасибо. Кривое зеркало Закончен сон Янтарь становится простым стеклом Казался смелым А мычный трус А рыбка яркая В душе медуза Искажение любви Искажение Искажение судьбы Искажение Искажение В отражениях Кривых Мне кажется, в прошлый раз мы всё обсудили. Скажи мне, кто отец ребёнка? Это мой ребёнок? Нет, он не имеет к нам никакого отношения. Уходите. Оля, я всё знаю. Я знаю про твою сестру и про брата. Про то, как ты оказалась в сауне. Про урода Копытова. Я всё знаю. Я понимаю, что я тебе противен. Я же не навязываюсь. Я… Я просто хочу знать, это мой ребёнок или нет. Я всё равно узнаю. Я сделал анализ ДНК, в конце концов. Ну зачем всё усложнять? Ребёнок мой. А если от вас это никого не касается? Ненавижу, слышите? Ненавижу. Ладно, давай собираться. Это вещи твои? Сумка? Ещё что-то есть? А по какому праву вы здесь распоряжаетесь? Я же сказала, в судержанке к вам не пойду. Убирайтесь! Услышь меня. Я прошу тебя, услышь меня. Ты попал в ужасную ситуацию. Ну что случилось, уже случилось. И что со всем этим делать, это время покажет. Сейчас не это главное. Главное — ребёнок. Твой ребёнок. Наш ребёнок. Я не допущу, чтобы он жил вот здесь. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ради него. Позвон мне вам помочь. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оля! Оля! Дайте, пожалуйста, ключи Ключи я не отдам Ну, тогда я вернусь в общежитие Пойми, я волнуюсь Хочешь, буду звонить каждый раз перед своим приходом Шубу, пожалуйста, носи, холодно Простудишься, ну О себе не думаешь, подумай о ребёнке Так До свидания Осторожней, Витька Богдан, придержи стульчик Мальчишки, давайте, с магнитиками Давайте, 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 помогайте Так Ольга Фёровна, Ольга Фёровна, Макаров У меня все прическа испортила Ну, ничего страшного Ленка, Ленка, смотри, что у меня получилось Молодцы, ребята, мы всё так красиво сделали Ой Это ваше Благодарю вас Спасибо С праздником Серёжа, ну что ты делаешь? Такой хороший день рождения получился Чувствуется, что Марью Андреевну все любят А то, нам с директором повезло А он что здесь делает? Кто? Вадим Литвинов? Так он сын Марьюшкиной подруги Та, правда, год два назад умерла А Вадим продолжает навещать Марию Андреевну Ну, классный Вот жалко только, что На такой стерве женится Стой, ты что, знаешь его? Да так, видела пару раз Мальчик ЦИК ТЕЛЕФОННОЕ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК – Алло! – Ой, Саш, ты дома? Полиция! Нас ограбили! Приезжайте! Сиплево, три, квартира одиннадцать. А чего это, а? Мам, нас ограбили. Саш, ты это… Как это? Саш, ты это… Как это? Ах, ограбили! Ой! Что? Мам! Ой! Мам, что? Что такое, мама? Нет, ну как это? Вы же больница! Что значит, ничего не можете сделать? Объясняю. У нас районная больница. Понимаете, районная своей кардиологии у нас нет. А ваша жена нуждается в срочной операции. Достаточно сложной. И где делают эту операцию? В областном центре. Там прекрасное отделение, новейшее оборудование. А самое главное, там великолепный кардиохирург Николай Павлович Новицкий. Ну так везите Раису к этому вашему Новицкому. Я хочу, чтоб вы поняли. Очередь на плановую операцию к Николаю Новицкому расписана практически на год вперед. Ну а если срочная, внеплановая операция? Ну если срочная и внеплановая, значит платная. И достаточно недешевая. Ага. 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 Димка. Димка. Дима его мамой называла. И он очень не хотел, чтобы ты знала о том, что он за тебя просил. Ну если ты обо всем сама догадалась, ну что ж, тут уже ничего не попишешь. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пап. Все, что я мог, я продал, денег все равно не хватает. Ай, стой Семена попросить. Ты ведь с ним. Что я с ним? Папа, Семен меня бросил. Ну может ты тоже продашь что-нибудь? Он ведь дарил тебе. Это не поможет. За цепочку у Сережки много не выручишь. Пап, мне конечно маму очень жалко, но что я могу сделать? А если… Все, мне пора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подождите, пожалуйста. Абонент разговаривает. Оставайтесь на связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему же ты мне сразу не позвонил? Да как ты виновата, мы перед тобой, дочка. Я виноват. Мать все рвалась к тебе навестить, хотела помириться, а я не пускал. Так, пап, давай об этом потом поговорим. Я сейчас же поеду в больницу, узнаю, что нужно делать и… А чего узнавать? Нужна срочная операция, это стоит очень дорого, у нас таких денег нет. Скажи, а если бабушкин дом продать, это выхватит на операцию для мамы? Наверное, но Раиса еще в право на следство не вступила. Дом мой, бабушка на меня дарственное оформила, так что срочно ищи покупателя. Договорились, следующая вечеринка у тебя. Матик пришел, все, я тебе перезвоню. Давай, пока. Ксюша! Ксюша! Ксюша соскучилась. А лучшее средство от скуки — это уборка. О-о-о! А чего ты такой злой? Не надо так нервничать. Ты помнишь, что у нас через три недели свадьба? Ксюша, ты наняла целое агентство, ты ты сама что делаешь? Какая? Я за ними слежу, я контролирую, ну и… У нас есть что-нибудь поесть? Разве я похожа на кухарку? Или на домработницу? А? Извини, я очень устал. Смотрите, какая красная собачка получилась. А я… Смотрите, какая машинка. А я же тебя нарисовала красивую голову. Алло? Мать перевезли в областную кардиологию. И послезавтра её будет оперировать Новицкий. Как? Ты же говорил, нужны большие деньги. Я и сам ничего не понял. А спросить-то боялся, чтоб не передумали. Хорошо. Опять яичница? Ты обнаглела. Ты вообще должна была мать заменить. Уборкой, стиркой заняться. А то с претензиями. Вон твоя сестра. А что моя сестра? Что сестра? Вообще никому не губу про бабкин дом. А мы губу раскатали. Мечтали. Тихушная гадина. Рот закрой. Чтоб я от тебя больше гадостей в адресестры не слышал. Да? А с чего это вдруг? А, или ты после того, как ты знал, что бабкин дом достал себя Ольке, так ты воспылал к ней отцовской любовью? А то, что она проститутка. Забыл? Дура ты, Верка. Алло? Нет, я дома. Хорошо. Привет. Здравствуйте. Я думаю, тебе это будет интересно. Ой, спасибо огромное. Ой, вкусно как пахнет. Домом пахнет. Так пахло, когда мама оладушки готовила. Хотите оладушек? А что, есть клубничное варенье? Есть. Вы проходите, Вадим Викторович. А то я столько напекла, одна точно не съем. Вадим Викторович. Шикарный вахнет. Пахнет. Продолжение следует... Олечка, здравствуй. Извини, что я не позвонил, просто руки были заняты. Вадим, я же вас спросила, перестаньте таскать продукты мешками. У меня всё есть. У тебя всё есть, а у ребёнка не всё есть. Вот, держи. Что это такое? У тебя что-то поломалось? Нет, всё хорошо. Ну, давай поменяй, я бы всё сделал. Просто так вы, наконец, отреставрировали фотографии моей бабушки, вот я и решила повесить. Красивая женщина. Удивительные глаза. Открывай, Вадим. Я знаю, что ты здесь. Открывай! Извини, ну ко мне, я потом позвоню. Простите. Ксения, что ты здесь делаешь? Ой, что ты делаешь? Ах ты, уборщица. Ксения, давай дом. Да я обалдел. И меня на уборщицу променял. Я не захотел спрашивать. Синяя, давай поговорим, ладно. Пусти, я её убью. Пусти. Я тебя убью. Оля, девочка, на тебе больно. Где? Везде. Потерпи, потерпи, мои хорошие. Я сейчас скорую вызову. Что ты с ней возишься? Ты вообще сражаешь, что ты натворил? А? Я ж тебе отцу расскажу! Я что отцу не расскажу! Моли Бога, чтоб с моим ребёнком ничего не случилось! Состояние стабилизировалось. Но продикардия пока сохраняется. Что это? Замедленное сердцебиение плода. Угроза жизни миновала. Но дальнейшее, как говорится, зависит только от самого малыша и его мамы. Ваша жена будет спать до утра. Какой смысл вам здесь сидеть? Если позвольте, я останусь. Ну, как хотите. Если что, зовите медсестру. Ну, конечно. Девочка моя, держись, всё будет хорошо. Малыш, я очень люблю тебя и твою маму. Если бы вы только могли меня простить. Ну, что, ты нашёл Вадима? У него телефон отключен. Ну, ты же вправишь ему мозги? И с девкой с этой разберёшься, правда? Что ты имеешь в виду? Я не знаю, вышел не из города к чертям собачьим, чтобы этой твари и духу здесь не было. Ксюша, я не воюю с беременными женщинами, а с Вадимом поговорю. Он должен мне ответить за каждый синяк. Он должен на коленях ползать и просить у меня прощения. Я! Успокойся, Ксюша, сядь! Привет! Что? Он дерётся. Доброе утро, молодые люди. Доброе утро. Как вы себя чувствуете, Оля? Хорошо. Вы знаете, он толкается. Ну, чего же он не толкаться? Проголодался, видать. У него всё в порядке. Доктор. Да. А что, этой бродикардии тоже нет? Нет. Всё пришло в норму. Поздравляю. Спасибо. Олечка, я через пару часов вернусь, хорошо? Угу. Вадим Викторович, вас хочет видеть господин Голицын. С господином Голицыном я свяжусь в ближайшее время. Владимир Игоревич хочет видеть вас незамедлительно. Хорошо, я еду. Изволь объясниться, Вадим, как я должен понимать твоё поведение? Что это всё значит? Это моя личная жизнь, я не намерен её… А я намерен потребовать от тебя, чтобы ты немедленно пошёл к своей невесте и попросил бы у неё прощения. Иначе свадьбы никакой не будет. Угу. Но свадьбы и так не будет. Не понял. Ты ради этой случайной связи готов бросить мою дочь? Я расстаюсь с вашей дочерью ради любимой женщины, которая ждёт от меня ребёнка. Сегодня ночью, когда я чуть не потерял своего малыша, а у меня вдруг всё стало на свои места. Мои отношения с вашей дочерью — это чистый бизнес-проект. Я не хочу так. Не хочу жить разумом, хочу жить сердцем. Я ухожу к любимой женщине, вот и всё. Ты понимаешь, что я могу тебя уничтожить? Да, я понимаю. Ты почему не отвечаешь на телефон? Ты говорил с Вадимом? Да, он только что ушёл, поговорил. И что, ты ему всё объяснил? Он просит эту девку… Нет, он выбрал не тебя, не телефонный разговор. Ксения, приезжай. Я сегодня ночую в городе, поговорим. Мама. Вы что делаете? Ложитесь немедленно. Понимаете, у меня сегодня маму оперируют в кардиологии. Я звоню, звоню, а папа трубку не берёт. Успокойтесь и подумайте о малыше. Кто оперирует маму? Новицкий. Ну тогда вообще беспокоиться не о чем. Вашей маме невероятно повезло. Алло, добрый день. Это Малышев из гинекологии. Марья Степановна, подскажите, а операцию пациентки… Терентьевой Раисы Владимировны. Терентьевой. Уже закончена. Замечательно. Да вы что. Ну, спасибо вам, Марья Степановна. Да, спасибо. А у меня дочь лежит этой Терентьевой. Волнуется очень, а ей нельзя. Ну, всего доброго. Ну вот, операция проведена успешно. Теперь с вашей мамой всё будет хорошо. Господи, спасибо. И ещё кое-кого нужно поблагодарить. А вы имеете в виду профессора Новицкого? Ну, это само собой. Операцию оплатил некто Литвинов. Что это за спектакль? Это не спектакль. Я… Просто хочу с тобой помириться. Ну… Я… Я понимаю, что я не должна была себя так вести. Это всё только потому, что я боюсь тебя потерять. Ты ведь поговорила с отцом? Думаю, прекрасно понимаешь, что между нами всё кончено. Извини. Я… Я… Я знаю, что у тебя есть повод слиться. Но пойми меня тоже. Каково было мне узнать, что у тебя беременная любовница? Послушай, давай просто спокойно сядем за стол. И спокойно всё обсудим. Я уверена, что у нас получится договориться. Поцелуй меня. Перестань. Я сейчас уйду, ты собери вещи, а куча оставить консьержки. И как прикажешь это понимать, а? Ты о чём? Я вообще удивляюсь, папа. Как ты можешь так легко говорить, доченька, он выбрал не тебя? Ты вообще в курсе, что у меня свадьба с этим человеком через три недели? И весь город об этом знает. Ты только представь, какой будет скандал, когда журналисты узнают. Вадим Литвинов променял королеву на уборщицу. И тебя это беспокоит больше, чем отношения с Вадимом? Нет. Меня беспокоит и то, и другое. Более того, я ни с кем не собираюсь его делить. И что ты предлагаешь? Предлагаю. Если не помогают цивилизованные методы общения, перейти к иным. Например. Например. Пригрози. Скажи, что впустишь его по миру. Я не знаю, папа. Он не реагирует на это. Ему это не важно. Тогда можно намекнуть, что с его ненаглядным может что-нибудь случиться. Прекрати, пожалуйста. Что ты несёшь? Не забывай, что он просто любит эту девочку и всё. Как трогательно. Любит девочку. Какой прелестный слюнтяйский бред. Я эту девочку своими руками задушу. Прекрати, Ксения! В конце концов, ты услышишь себя, что ты несёшь! Алло. Алло. Подожди минутку. Я вернусь через две минуты. Нам нужно договорить. Ты слышишь меня? Я слышу, слышу. Так, 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 так. Так. Ну что, вы ещё не знаете, кто у вас? Нет, не знаю. Хотите знать? Ну, конечно. А у вас девочка. Замечательная девочка. Клавдия. Клавочка. Красивый. Очень красивый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай поговорим спокойно и без лишних нервов. Давай. Говори. Я был неправ, когда настаивал на твоём браке с Вадимом. Ага. Теперь я очень хорошо понимаю, что там, где нет любви и счастья, не будет. Ух ты! Как вовремя ты это понимаешь! Ксюш, я не узнаю тебя. Много лет назад я отправил в швейцарию маленькую, хорошую, добрую девочку. Чуткую, заботливую. А вернулся ко мне человек, которого я совсем не знаю. Ты перестала быть доброй, ты перестала быть мягкой. Да, да, да. Стала жёсткая, гадкая, дрянь просто, стерва, да, папа? А как ты думаешь, почему? Может быть, потому что ребёнку нужна семья? Ребёнку нужен отец, которого нет рядом? Это была вынужденная мера. Я должен был вас спрятать от своих конкурентов, которые обязательно воспользовались бы вами, чтобы манипулировать мной. Ну и как? Спрятал? Какие претензии, папа? Что выросло, то выросло, наслаждайся. Я хочу, чтоб ты не навредила себе и другим. В смысле, не другой. Знаешь, что самое обидное для меня в этой ситуации? То, что ты к этой продажной дряни относишься лучше, чем ко мне. Это неправда, Ксюша! Не говори ерунды! А если она попадёт случайно под машину, ты будешь плакать? Ты заставишь меня применить жёсткие меры. Я вынужден буду лишить тебя возможности разговаривать по телефону, свободно передвигаться. Я вынужден буду лишить тебя наследства. Так. Подожди, подожди, подожди. То есть, если я правильно тебя понимаю, ты ради чужой девки готов разрушить мою жизнь? Неправда. Ради тебя самой. Ясно? Я всё поняла. Я буду хорошей девочкой. Очень-очень хорошей. Результаты на столе оставь и готовься к выписке. За тобой муж приехал. Загадочный разрыв накануне свадьбы. Самая завидная невеста нашего города, Ксения Голицына, снова свободна. Я предлагаю отметить твоё выздоровление. Мне кажется, это прекрасная идея. Я так хочу мороженого. Лубничного. Или фисташкового и… можно с карамелью, можно с лубникой. Всё будет. А что это за новый пункт у вас тут появился? А это от старого договора осталось. Нет, Семён Борисович, я не буду вкладывать свои деньги в ваш проект. Почему? Ну мы же всё обсудили. Остались какие-то детали подписать договор. Да, предупреждали, что не стоит иметь с вами дело. Теперь я в этом сам убедился. Всего хорошего. Иди-ка. Эдик? Да, слушаю. Я знаю, почему Литвинов разорвал контракт. Почему? По кочану. Быстро найди мне телефон Голицыной. Я знаю, как возобновить наше сотрудничество. Хорошо, я понял. Я всё сделаю. Дальше я сам. Не положено, Владимир Игоревич. Я обязан. А вот тут я решаю, что положено, а что не положено. Я в этот город приехал на встречу со своим прошлым, и мне компания не нужна. Жди меня здесь. Хостяк! А-а-а… СМЕХ, Саин… Если честно, на месте врачей я б тебя ещё на недельку в больнице оставил, а то мало ли что. Погоди, я помогу. Я ведь теперь буду бояться тебя одну оставлять. А ты не оставляй. Что? Оставайся, Дима. Оставайся, дядя Матвей, здравствуй. Не узнал. Голицын я, помнишь, мы ещё с Клавдией здесь встречались. Точно, Володька. Вот теперь признал. Ах, важный какой стал, а. Внушительный. А ты хоть помнишь, как прибежал худющий, под дождём промок и кричал «Клавдюша наша пропала!» Что делать? Помогите! Помнишь? А я, дядя Матвей, всё помню. А старуха моя сказала тебе, да не пропала она, а уехала и просила её не искать. Ну, знать хочу. Чего он просил меня искать-то? А не слишком ли поздно спохватился, мил человек? Лучше поздно, чем никогда. Да. Ну, не знаю, не знаю. Умерла она твоя, Клавдюня, прошлой осенью. Старуха сказывала, вор к ней в дом забрался и пришиб бедную. Большое спасибо. Я на часок в офис, а ты отдыхай. Хорошо. Большое спасибо. Не бойся, детка. Бить не буду. Мне нужно с тобой поговорить. О чём? Это… Кто? Это моя бабушка. А в чём дело? Бабушка… Вот что, внучка. Держись от моего отца подальше. Вы о чём? Зачем мне ваш отец? Я всё сказала. Хорошо, Владимир Игоревич, я всё поменяю. А Ксения Владимировна, она в курсе? А при чём здесь Ксения? У неё сейчас сложный период в жизни. Ей не до этого. Спасибо. Да-да. Я знаю. Пожалуй, вы правы, Владимир Игоревич. Это очень хороший вариант. На данный момент лучший. Ну, а все необходимые документы для вас я подготовлю. Вы как можно быстрее сделаете это. Смотрите, как у нас с вами удачно получилось в прошлом году с детским реабилитационным центром. Давайте в этом году поддержим этот фонд. Купим им хорошие инструменты. Пусть наши ростовские музыканты начнут побеждать международный конкурс. Всего доброго. До свидания. Проходите, пожалуйста. Вениамин Васильевич, буквально две минуты. Я вас очень прошу, скажите мне правду. Папа переписал завещание, да? На кого? Скажите, чёрт побери, кто сорвал джек-пот? Ксения Владимировна, вы же понимаете, я не имею права разглашать суть наших с Владимиром Игоревичем деловых разговоров. Вы уж как-нибудь сами. Всего доброго. Да. Ксения Владимировна? Я. Кто это? У меня есть информация, которая может вас заинтересовать. Дело касается вашего жениха Вадима Литвинова. Какая к чёрту информация? Компрометирующая. Мне кажется, нам с вами надо встретиться и кое-что обсудить. Ладно, через два часа. В кафе фитнес-центра. На Пушкинской. Знаешь, Рая, я много передумал за эти дни. Ты прости меня. Скотина я последняя. Теперь всё по-другому будет. Ну что-то, Федя. Папа. Олечка. Олечка. Оля, доченька. Мамочка. Оля, доченька. Боже мой, прости ты нас. Доченька. Ты прости нас. Ты прости нас, родная. Ой, а что ж ты? Ах, как же. А вот так. Мамочка, папа, познакомьтесь. Это Вадим. Фёдор. Вадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что я люблю вашу дочь и прошу вас, ёлки. Ой, Федя. Позвольте представиться, меня зовут Семён Борисович Копытов. Я владелец сети автозаправочных станций. Давайте ближе к делу. Вы в курсе, что у вашего жениха Вадима Литвинова есть любовница и что она беременна? И что? То есть, история про эту девицу из сауны для вас не новость? Она проститутка? Очень умная. Вадим и я ездил в сентябре в командировку. Не вы ли познакомили Вадима с этой дрянью? Не вам ли я должна сказать спасибо за свою сорванную свадьбу? Как сорванную свадьбу? Ну, надо же, какая дрянь шустрая. Давайте без этого, ладно? Вы знаете, что сделает с вашим убогим бизнесом мой отец, когда узнает? Я клянусь вам, я не знал. Не надо говорить ничего отцу. Что вы хотите от меня? Конкретно? Честно говоря, я надеялся, что вы поможете мне восстановить сотрудничество с вашим жене… С Вадимом Литвиновым. О, глупейшая идея. Я понял. Сядьте. И расскажите мне все, что вы знаете об этой девке и об ее семье. Иди сюда. Ты, Терентьев? Александр? Ну, я что? Да ничего, садись давай. Это что? Меня типа похитили, да? Твою бабку случайно не Клавдией звали? Клавдия? А что? А деда как? Ну, а деда не было. Вернее, он, конечно, был, но просто бабка о нем немного рассказывала. Она с Олькой общалась, с сестрой моей. А что такое? Заработать хочешь? Пять штук. Зеленых денег. Конечно, хочу. А что надо делать? Там сзади пакет возьми. Так, что там? На этой посуде должны остаться отпечатки пальчиков твоей сестренки. Но только ее. Справишься, получишь свои деньги. Согласен? Конечно. А зачем вам Олькины пальчики? Какой ты любопытный, а? Там телефон на бумажке записан. Сделаешь дело, позвони мне. Бывай. Мам! Ты что? Ты что не делала? Совсем идиотка! Не видишь, куда едешь, что ли? Ну, чего не станется с твоим ребенком? Переживешь. Да все слепат. Машин понабирают. Потом… Поль, по улице пройти нельзя. Сейчас, маленький. Сейчас. Сейчас. Ты чего звонила? Мутка одна есть. Штуку Грюнов заработать хочешь? Куда опять собираешься кляпаться? Штулка одна крутая ко мне подъехала на шикарной тачке. Дала пузырь коньяка и две рюмки. Хочешь, чтоб на них появились Олькины пальчики. Пять штук Грюнов пашляет. Вот ее мобильный. Ну, номер по-любому липовый? С каких делов? Может, эта баба не такая идиотка, как ты? Но имени своего она, конечно же, не назвала. Нет. А номер тачки? Хоть его-то запомнил? Нет, а нафига нам ее номер? Господи, послал же Бог такого брата. С этой телки, помимо пяти штук баксов, можно столько денег надоеть. А чего это она нам башлять будет? Господи, какой же это дебил? Дело по-любому пахнет криминалом. А криминал это что? Тюрьма? Криминал это бабло. Очень большое бабло. Хорошо, это дело я беру на себя. А с тебя и двадцати процентов хватит. С будущих прибылей. Слышишь, сеструха, а ты не подофигела, а? Какие двадцать процентов? Эта телка вообще-то ко мне подкатила. А, да? Ну хорошо. Давай. Уйди тогда сам. Погодите, ну. Согласен я. Умница. Олечка, сестричка. Прости меня, пожалуйста. Прости меня так стыдно, Оля. Ты ждёшь ребёночка. Я тебе обещаю, буду самой лучшей тёткой. Ну-ка прости. Ты зачем пришла? А я как чувствовала. Презентик принесла. Теперь я понимаю, что ты пить не можешь, и поэтому угостишь своего мужа. Вот это, это самый лучший коньяк. Так, Вера, конечно, спасибо большое, но мне тебе ничего не нужно. А если ты действительно раскаиваешься, расскажи обо всём родителям. Как? Ну, как знаешь. И не беспокойся. Дверь я сама закрою. Вам пакет. Пляшите. Клоун какой-то. Давай. Сначала бабосики покажите. Пробуешь меня обмануть? Закатываю. Не бойтесь, всё пучком. Кривое зеркало, закончен сон. Янтарь становится простым стеклом. Казался смелым, а обычный трус, А рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы, искажение в отражениях кривых. Олечка, ну я тебя прошу, не капризничай, пожалуйста. Я не капризничаю. Димечка, понимаешь, просто эта квартира, пускай её снимаешь и ты. Но всё же мой дом, не знаю, мой угол. А там, где ты жил с Ксенией, прости, я… Едем вам. Ну, хорошая моя, я обязательно куплю другую квартиру. А сейчас в этой квартире есть комната, там можно сделать детскую. Димечка, давай не будем загадывать. Ну, пускай малышка сначала родится, а потом посмотрим. И вообще-то ты завтра уезжаешь в командировку. Ну, скажи, что я буду делать одна в пустой квартире? Хорошая моя, мне тебе очень хорошо. Всё, вопрос закрыт. Чувствуешь? Толкается. Толкается. Напоминает о себе. Малыш, привет. Сейчас посмотрим, что они насчитали. Ой, коммуналка опять выросла. Ой! Одно варьё вокруг, Петя, одно варьё. Да, слушаю. Привет. Мне нужно с тобой кое-что обсудить. Ксения, нам нечего с тобой обсуждать. Слушай, я не собираюсь скандалить, я просто хочу поговорить. Я завтра уезжаю в Москву, вернусь только в субботу. Прекрасно. Я назначаю тебе встречу в субботу. Я прилечу только к часу, пока доберусь в город, пока… То-другое. Меня это устраивает. Пока. Николай Павлович, я очень на вас надеюсь. Олечка, ты мне как раз и нужна. Извините, я на секундочку. Значит, смотри. Оль, нужно составить график индивидуальной работы на следующую неделю, так? И потом у нас в младших классах объявляется карантин. Анти, Афина, берите документы, пойдём со мной. Читай, читай внимательно. Так, что я ещё хотела вам сказать? Так, я хотела ещё сказать вам следующее. А давай-ка, Клавдюша, мы по индивидуальному графику съездим проведать мою бабушку. Только папе, наверное, ничего не скажем, а то он рассердится. Пускай это будет наша с тобой маленькая тайна. Слушаю. Владимир Игоревич, вам звонит по личному опросу некая Ольга Терентьева. Ольга Терентьева? Да. И говорит, что вы ждёте её звонка. Соединять? Ах, вот как. Ну, соедини. Я слушаю. Нам нужно встретиться. Да. А мне это зачем? Дело касается вашей дочери. Ну, хорошо, приезжайте. Нет, в ваш офис я не поеду. Мне было бы удобнее встретиться у вас в городской квартире. Чем быстрее, тем лучше. Ну, тогда в субботу в три. Удобнее в двенадцать. И ещё, не нужно, чтобы о нашем разговоре знал господин Ледвинов. Не слишком ли много условий, девушка? Это в ваших интересах, поверьте. Но главное, в интересах вашей дочери. Я буду ждать вас. Приезжайте. Я буду ждать вас. Приезжайте. Ну, здравствуй, бабулечка. Ну, здравствуй, бабулечка. Ледовец. Бабулечка. Бабулечка. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Петенька. А я тебе твою любимую книжку принесла. Ты прости, что я так долго не приезжала. О, у тебя-то целая история получилась. Можно? Слушай, а почему тебе Дед Мороз в кепке? А это папа, да? Оля! Мамочки мои! Здравствуйте, тетя Дзин. О! Ой! Да. Мамочка. Поздравляю. Спасибо. А чего мы стоим? Пойдем в дом. А я хотела бы с Петей поговорить. Ты знаешь, не надо с Петей. Ухудшение у моего мальчика. Ну, после того, как бабушки твоей не стало. Лучше расскажи, как ты? Как ты? Пойдем, пойдем. У меня такой чай травяной есть. Я, если честно, чай не очень хочу. Ну, как ты что? Тебе при твоем положении теперь нужно иммунитет укреплять. Пойдем, мне все расскажешь. Как ты живешь? Я так рада тебя видеть, солнышко. А травяной сбор я тебе с собой дам. Хорошо? Угу. Ой, хорошо, ты приехала. Мы здесь совсем приедем. Мы же совсем. Поступил анонимный сигнал. Московским рейсом прилетает наркокурьер. И документы у него на имя Вадима Викторовича Литвинова. Принять все меры к задержанию и к тщательному досмотру. Выполнять. Здравствуйте. Цветы для Оли Терентьевой. Спасибо. Любимая, я жду тебя сегодня в моей новой квартире. Нет. В нашей новой квартире. Я из аэропорта поеду прямо туда. Приезжай. Сейчас у меня тебя ждет сюрприз. Целую твой Вадим. Ты? А ты кого ждал? Да. Уж не Оленьку или Терентьеву? Да, откуда ты знаешь? Что с тобой? А потому что именно она сюда меня позвала, сказала, что… О, Господи, нужно что-то обсудить. Что с тобой? Тебе плохо? Наверное, нервы. Какие-то адские спазмы в животе. Сейчас воды принесу. Посиди. Да, воды хорошо бы. Вот тут можно показать. Вот тут я, чтобы я ловлю тебя. Эта. 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 Ну, как ты? Выпей. Спасибо, да. Немного получше. Давай выпьем, папа. Для того, чтобы вся эта гонетель быстрее закончилась. Ты же за рулем. Я выпью воды. А ты налей себе гоняку. Ну, хорошо, давай. Давай. Ну, за это я выпью с удовольствием. Так внезапно позвонила, да еще требовательно разговаривала со мной, как будто ей что-то должно. Интересно, зачем она собрала нас вместе. Я тебя умоляю, что ей, может быть, от вас надо? Только деньги. Больше ничего. Не знаю, может быть. А вот я… Открой, пожалуйста, окно. Что-то мне… Ничего личного, папа. Ты сам меня учил. Закон джунглей. Выживает сильнейший. Какие наркотики? Какой наркокурьер вообще? В своем уме? Я сейчас позвоню куда следует, и вам в доступной для вас форме объяснят, кто я. Бред какой-то. А подойти к доне таможенного контроля. Как слушаю? Прием. Дима! Дима! Господи! Дяденька! Сейчас подождите, ладно? Дима! Алло, скорая? Приезжайте, пожалуйста, скорее. Ты человек без сознания. Я не знаю, что сниму. Садовая 37, квартира 8. Спасибо. Дима! Дима! Нет, это мой мяч! Отдай! Он мой! Олечка, я вернулся! Оля! Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Скажите, а что с ним? Возможно, сердечный приступ, но картина не совсем характерна. Как-то странно все это. Я уже сообщил в полицию, они сейчас будут здесь. А вы родственница? Я, я понятия не имею, кто этот человек. Меня сюда пригласил жених. Вот, посмотрите. Я прихожу, Вадима нет, и этот человек на полу. Ой, сейчас. Знаете что? Поехали в больницу. Вас там осмотрят, мало ли что. Давайте, давайте. Я помогу. Такой стресс. И с вами, и с ребенком все в порядке. Необходимости в госпитализации нет. Простите, пожалуйста, можно попросить у вас с телефона? Мой просто разрядился. Да-да, конечно. Возьмите. Спасибо. Да. Димочка, это я. Господи, Оля, ну ты куда подевался? Я же волнуюсь. Димочка, я тебе потом все объясню. Я жду тебя в третьей больнице в прямом отделении. Забери меня, пожалуйста, отсюда. Да, хорошо, я заберу тебя. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Простите, а вы не видели, что девушка сидела беременна уже на большом сроке? На большом сроке? А, так ее в полицию забрали. Какую полицию? Обыкновенную. Ну, минут десять назад она сидела вон там. Пришли полицейские и убили ее. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, вы подскажете, можно ли позвонить? Не положено. Ну, 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 Лавочка, не волнуйся. Это просто какое-то недоразумение. Эй! Девушке плохо! Просто скажите, да или нет, к вам привезли беременную женщину из больницы или в другое отделение. Да проснитесь вы и скажите что-нибудь. Вот давайте не будем только повышать голос. Вот, товарищ следователь, с ними разговаривайте. В чем дело? Что здесь происходит? Да ничего не происходит. Я пытаюсь понять. К вам привезли беременную женщину, Ольгу Терентьеву. Уберите, уберите. Открой! Пройдемте ко мне в кабинет. Присаживайтесь. Да, Ольга Терентьева была задержана по подозрению в покушении на убийство Владимира Игоревича Голицына. Ее доставили в наше отделение. Внезапно ей стало плохо и нам пришлось ее отправить в медицинский изолятор СИЗО. О чем вы говорите? Какое покушение? Голицына пытались отравить в собственном доме. И там находилась только эта Терентьева. Я ничего не понимаю. Оля, что она забыла в этой квартире? Понятия не имею. Тем более, что это дело все равно забрали в прокуратуру. Ты уволена! Что? Вот пошла! Алло. Ксения Владимировна, с вашим отцом произошло несчастье. Он сейчас в реанимации. Так в реанимации. Вы не волнуйтесь, самое худшее позади. Его состояние стабилизировалось. Я хочу увидеть своего отца. Если вы этого не понимаете, это ваше. В реанимацию посторонним нельзя. Я посторонняя, а ты посторонняя. Добрый день. Здрасте. Я лечащий врач Владимира Игоревича. Очень приятно. Вам не стоит так волноваться. Что вы? Ваш отец будет жить. Хотя, состояние пока тяжелое, но организм у него крепкий, сердце здоровое. Я должна его увидеть. Не сейчас. Нет, сейчас. Ему необходим покой. Вам тоже нужно отдохнуть. Может, вам укольчик сделать? Нет. Успокаивающе. Что случилось? Папа умирает. Он в реанимации. О, Господи. За что это все? Да за что? Оспокойся, я прошу. Все будет. Сильно вам выкарабляться. Что случилось? Волители сказали, что арестовали эту, как ее выгнуть. Ой, мамочка, Костя. Она не виновата. Она не виновата. Муха, Катя. Тихонечка, тихонечка. Ой, мама моя. Тихонечка, тихонечка, иди сюда. Ой, сейчас, сейчас пройдет. Воды может быть? Сейчас пройдет. Нет, нет, нет. Пока воды нет. Сейчас, извини, я отвечу. Пожалуйста. Может быть, я скорую вызову? Нет, нет. Сейчас пять минут посижу, станет легче. Станет легче. Что случилось? Я перезвоню. Я хотела найти валерьянку и все рассыпала. Да ничего, ничего. Так, знабей-то. Господи. Может быть, сделаешь мне горячего чая? Пожалуйста. Да, конечно. Через минуту будет чай. Ну ты как? Ольга. Прекрасно. Очень жаль, что мы больше с тобой не вместе. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Петр Евгеньевич, я следователь. Я веду дело о покушении на жизнь Владимира Игоревича Голицына. За что вы хотели отравить его? Ну сколько можно? Да я только от ваших коллег узнала, что это был Голицын. Я его впервые в жизни видела. Как вы попали к нему в квартиру? Я повторяю, меня туда пригласил жених. Вы спросите у Вадима, он подтвердит. А вашим сотрудникам я отдала открытку с его адресом. Поинтересуйтесь, пожалуйста, ладно? И открытка у нас есть, и Вадима спросим. Кстати, этот ваш Литвинов, это он был недавно женихом дочери Голицына? Хватит, хватит дурочку себя строить. Голицына она не знает. А кто накануне ему в офис звонил? Понятия не имею. Понятия не имею. А вот секретарша Голицына показала, что некая Ольга Терентьева звонила ему, и они говорили по телефону. Что? Кстати, обнаружены твои отпечатки пальцев на бокалах и бутылке с коньяком, в которой был яд. Какие отпечатки пальцев? Вы… Что? Вспомнила? Я понятия не имею, откуда там мои отпечатки. Вы… Ну, хорошо. Допустим, это я собиралась отравить вашего Голицына. Ну скажите, зачем я стала вызывать скорую? Зачем? Зачем? Я тебе объясню. Зовите, пожалуйста, доктора. Я твой доктор. Здорово. Ну что там, следователь? Да заладил это ваша открытка. Вы посылали эту открытку. Я говорю, я не мог так подписаться по Диму. Потому что для всех близких я Димка и Оля меня тоже так называла. Кто мог знать о наших планах с Олей по поводу новой квартиры? Это какой-то бред. Ну, допустим, что это просто удачное совпадение. Кстати, ты тоже можешь оказаться подозреваемым. У меня алиби. Меня в это время в аэропорту трясли. Что-то против воли, улики убойные. Одни пальчики на бутылке чего стоят. Она не виновата, ты понимаешь? У тебя же связи в прокуратуре. Ну, позвони ты, пожалуйста. Ну, узнай, что там на самом деле происходит. Да связи-то есть. Только понимаешь, слишком большая шишка твой, Голицын. Быстрее каталку. Скорой до сих пор нет. Я не слышу сердцебиение ребёнка. Миленькая, давай приходи сюда. Так, живее, живее. На счёт три. Быстро. Раз, два, три. Что ты не так сказала, девочка? Спасите, я умоляю. Нам нужно самим искать убийцу. Только понять бы где. Здесь. Ксения? Вадим, ты чего? Нет, Ксения, конечно, взбалмошная особа. Но убить собственного отца? По-моему, это уже слишком. Что это за детские каракули? Газета Александровская? Откуда она у тебя вообще? Эту газету я нашёл дома у Ольги. Похоже, что она ездила в Александровск. Пока я был в командировке, я вот нашёл дома два билета. Ольга мне рассказывала про мальчика Петю, который живёт по соседству. Мальчик-инвалид. Вот здесь на газете как раз его адрес. Получается, что этот Петя или кто-то ещё передал Ольге вот эту газету с этой информацией. И плохая. Какая-то тётя не понравилась какому-то мальчику. Что с того? Что с того? Да он не мог нигде её видеть. Где он мог с ней встретиться? На светской тусовке? Получается, что Ксения, она приезжала в Александровск. Она там что-то такое сделала, что не понравилась этому мальчику. И мальчик в газете написал, тётя плохая. Допустим. Допустим, Ксения приезжала в Александровск. Но как это связано с покушением на её отца? Я не знаю. Этого я не знаю. Но эта газета, это единственное, что связывает Олю с семьёй Голицына. Надо ехать в Александровск. Поехали. Ой, как же. На котик. Здравствуйте. Можно к вам? Здрасте. Заходите. Оль, пришли. Добрый день. Меня зовут Вадим Литвинов. Я знакомый Ольге Терентьевой. Вы ведь её знаете? Олю, да, знаю. Это мой друг Олег. Здравствуйте. Здрасте. А Оля что? Что-то случилось? Ольгу арестовали. Её обвиняют в том, чего она не совершала. Оля? Господи. Нам нужна ваша помощь. Я должен поговорить с вашим сыном. Петя, здравствуй. Меня зовут Вадим. Скажи, пожалуйста, это ты рисовал? Ты же знаешь эту тётю. За… 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 Знаешь? Не надо. Я прошу вас. Он болен. Не надо. Не трогайте его. Простите меня, пожалуйста. Он что-то знает. Он может нам помочь, чтобы я смог помочь Ольге. Скажи мне, ты видела эту тётю? Она приезжала в этот город? Я… я… Ну, чем он может вам помочь? Он ведь не говорит толком. Я… я… И ручки не слушает моего мальчика. Ну, ещё как спокойно. Он хоть слово может написать. А так? Уходите, пожалуйста. Я вас прошу. Не надо. Я слышал, у нас в городе есть хороший реабилитационный центр. Ну, а кто нас возьмёт в этот центр? У нас ни денег, ни связей. Мы поможем устроить вашего мальчика в этот центр. Ну… Где мой ребёнок? Где моя дочь? Лежи, лежи. Тебе нельзя вставать. Почему её нет? Почему не приносит? Я должна её покормить. Успокойся. Всё нормально. Она умерла? Скажите, она умерла, да? Да что ж ты ерунду говоришь? Жива твоя девочка. Родилась восьмимесячной. Вот и отправили в роддом. У нас нет бокса для недоношенных детей. Я хочу к дочери. Пустите меня к дочери. Тихо, 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 тихо. Успокойся. Тихо, тихо. Это невозможно. К сожалению, я не могу. А вот и ваш мальчик. Да. Он очень умненький и толковый. Наши специалисты ему помогут. Спасибо. Владимир Викторович. Вам удалось что-то узнать? Да, я записала. Петя показывала на нужные буквы. Ничего себе. Я это заберу. Да, конечно. Огромное вам спасибо. Спасибо. Санёк выходил из машины. В машине была тётя из газеты. Она плохая. Санёк, брат Оля, он очень плохой. Он убил бабу Клаву. Я его видел. Я так понимаю, на очереди у нас этот самый Санёк. Гнус ещё тот. Редкостный. Пора им плотно заняться. Пора-то пора. Только разговаривать не буду я один. Поздравляю, папаша. Ты шутник. Рано поздравлять ещё. А вот дочка твоя так не думает. Взяла и родилась. Уже в роддом перевезли. А почему ты раньше не сказал? Ну, я сам узнал только перед твоим приходом. Решил сразу не говорить, что тебя делик забыл. Психолог, Рен. В какой роддом? В третий. Давай, беги. Я папа. Ты знаешь? Давай, давай. На связи. � pseudoю. Спасибо. Заходи. Хорошо. Колч Kyloff. Спустите здесь. Здесь рано пойдём. Отлично. Полудите за их упомя Masonщик, asz шелеки, купер. Компependент. Точная девочка. У неё все показатели хорошие, вы не волнуйтесь. И очень на вас похожа. Правда? Точная копия. Сейчас ты внятно и во всех подробностях рассказываешь о своих отношениях с Ксенией Голицыной. С кем? Не узнаёшь? Я её не знаю. Как насчёт бабушки твоей? Клавдии Григорьевны. Она тебе по ночам не снится, нет? Откуда вы? Если ты упродал, бабушку убил, соседа подставил. Такие, как ты, вообще жить не должны. Хотя можешь орать. Здесь тебя всё равно никто не услышит, кроме озверевших собак. Постойте! Вернитесь, я всё скажу! Ксения Владимировна, ваш отец вышел из комы, поздравляю. Как вышел из комы? Я говорю, вашему отцу лучше. Он вышел из комы. Просто вы просили перезвонить. Да, 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 я… Алло, Ксения, вы меня слышите? Он говорит? В смысле, он может говорить уже? Может. Хотя, очень слаб и с памятью о прививанной проблеме. Следователь, уже пытался прорваться, но я не пустил. Вам можно… А где он? В реанимации? Где? Нет, его перевели в обычную палату. Ну, вы не волнуйтесь, мы постарались создать для него максимально домашнюю обстановку. Чтобы он побыстрее всё вспомнил. Его адвокат даже фотографию вашу привёз. Очень милый, с его стороны черпи-бери. Да, спасибо за звонок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй. Хорошо, что ты пришла. Я рад тебя видеть. Ты… как? Ты… как? Прошу… не испугалась. Ты знаешь, я, оказывается, не готов ещё умирать. Ты знаешь, я, оказывается, не готов ещё умирать. Не твою руку. Я зато теперь знаю, что самое главное в моей жизни. Я очень, ты меня слышишь, очень люблю тебя. Слышу. Я сейчас приду. Угу. Здравствуй, Верочка. Ну, привет. Привет. Чего тебе надо? Опять напоить меня и бросить? Ну, что ты? Что ты? Разве ему плохо тогда поужинаем? Да нет, отлично поужинаем. Просто после этого кто-то исчез. Мне нужно было срочно возвращаться. А я же о тебе не забыл. Правда? Ещё какая правда. О! Настоятельно прошу вас не злоупотреблять беседой. Не больше десяти минут. Я постараюсь. Что тебе нужно? Я знаю, кто хотел вас убить. Я тоже. Терентьева Ольга. Дальше что? Это не так. Вы ошибаетесь. Все её подставили. Оставь эти версии для следствия. Меня они не интересуют. Владимир Григорьевич, в ваших интересах, чтобы вы услышали это первым. Что это? Сейчас всё сами поймёте. Я сам. Я сам. Как же у меня есть видеозапись, сделанная Верой, сестрой Ольги. На ней видно, как Санёк передаёт пакет с бутылкой и бокалами вашей дочери. Она даёт ему деньги. Почему ты принёс это не в полицию, а мне? Эти материалы я обязательно передам следствию. Мне хочется, чтобы вы сами решили судьбу своей дочери. Я понял. Спасибо идее. Что, собственно, случилось? Что-то с папой? Не волнуйтесь, с вашим отцом всё в порядке. Я к вам по другому вопросу. По какому по-другому? Через два часа у вас самолёт в Лондон. Там на ваше имя куплена скромная квартира, а в одном из отделений банков открыт счёт, на который ежемесячно будет поступать достаточная для жизни сумма. Это всё, что господин Голицын может предложить своей дочери, пытавшись отправить его на тот свет. Вы в своём уме? Как вы со мной разговариваете? Давайте обойдёмся без дешёвого театра. Ваш отец знает всё. И просил сообщить вам, Ксения Владимировна, что не желает даже слышать о вас. А, чуть не забыл. Вам, голубушка, не стоит даже думать о возвращении в Россию. Это по какой такой причине? Потому что ровно через час, после того, как ваш самолёт приземлится в Хитроу, все материалы по делу об отравлении господина Голицына будут переданы следователю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На выход! Пошла! Питя, давай я тебе помогу... Мама, мама... Мама, я сам! Всего хорошего, мой дорогой. Не спеши. Осторожно, только. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Прости меня. Прости, сыночек. Прости, мам. Судьбы, искажения, искажения души, искажения в отражениях кривых. Да. Привет, Ксюша. Бабочка, это ты? Папа, здравствуй. Как дела? Ну, хорошо. А как ты, скажи, как там дома, скажи? Как там дома, скажи? У меня всё в порядке. Прости меня, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Очень стыдно. Ксюша, я давно просил тебя. Я тебя очень люблю. Ксюша. Ты отнеси это туда, на стол. Простите. Добрый вечер. Я очень рад, что вы пришли. Поздравляю. Это моя жена, Ольга. Откуда это у вас? А, это медальон моей бабушки. Там внутри. Можно посмотреть. Пожалуйста. Да. Это медальон Клавдия. Вы что-нибудь про своего деда знаете? Нет. Ни я, ни мама его никогда не видели. Но бабушка очень любила его. Всю жизнь. Господи, какой же я дурак. Какой же я дурак. Я только теперь понимаю, почему она сбежала тогда. Вы? Вы есть тот Володя? Да, это я. Мама! Мамочка! Да, моя хорошая. Мама, познакомься. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой дедушка. Твой папа. Дорогие друзья, прошу секундочку внимания. Алис Алла Зажора. Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами. Мама! Мама! А можно подержать? Конечно. Иди ко мне, малыш. Вот так. Здравствуйте. Мама! 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 Иди ко мне, мне, доступ directed как Wegан из Дома. Еще раз памятника! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok